9 октября Кубань отметила 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По всему краю в этот день прошли митинги и памятные мероприятия. Битва за Кавказ стала одной из крупнейших в годы Великой Отечественной войны. Война вошла практически в каждую кубанскую семью, принесла тяжелые испытания, лишения. 500 тысяч кубанцев не вернулись с полей сражений. 9 октября 1943 года ценой больших потерь, сломив сопротивление групп, прикрытие противника, Краснодарский край был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой памятной даты в парке 40 лет победы состоялся митинг, на который были приглашены представители общественных организаций, духовенства и молодежи. Помнить подвиг наших предков присутствующих призвали настоятель Свято-Пантелеймоновского храма иерей Георгий Голубев и ветеран труда, судья Славинского районного казачьего общества Георгий Чмелев. Сегодня, в этот знаменательный день, мы благодарим участников этой великой битвы, битвы за Кавказ. Мы благодарим всех участников войны за мир, который они нам завоевали. Труженики тыла вооружали, кормили и обували армию. Это они, в период битвы за Кавказ, наши женщины носили снаряды с красноармейской станицы Анастасиевскую. Это они первую весну после освобождения впрягались в конные сеялки, ибо отсутствовал тяговый рабочий скот. И сеяли, сеяли, дабы накормить нашу армию. Отдавая дань увлажения дружникам тыла, нельзя не умолчать о детях войны. В 6-7 лет они собирали колоски, в 12-14 лет становились прицепщиками на тракторах и штурвальными на комбайнах. Честь и слава им! Большое им спасибо! Победа в Великой Отечественной войне далась тяжелой ценой. Солдаты, труженики тыла, дети. Каждый боролся с фашистской оккупацией, не жалея себя. Многие так и не дожили до дня освобождения. Память погибших в боях за Родину. Участники митинга почтили минутой молчания. После минуты молчания участники митинга возложили цветы к вечному огню. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова